Есть три типа гуру. Вартма Прададшика гуру, Шикша гуру и Дикша гуру. Вартма Прададшика это любой человек может быть. Я, вы, который знает твердое направление. Он как указатель на дороге стоит. Он спрашивает, говорит, я не знаю толком, но знаю куда идти, вот туда. Или вот эту книгу читаете. Или идти к этим людям. Он уже правильно указывает путь. Вартма Прададшика гуру, уже гуру. Шикша гуру, тот тоже сам практикует какое-то время и может давать советы, точные, опытные, духовные советы. Наставления. Шикша значит наставник, уже опытный. Дикша гуру, третья категория. Он также может указывать направление верное, он также может давать наставление, но он еще забирает карму ученика, сжигает. Берет в себе часть кармы. Дает посвящение. Он может быть только один в жизни. Шикша может быть много. Только один. И он дает такие наставления, и вместе с этими наставлениями дает и силу шакти это делать. Это дикшигуру. Если у вас есть дикшигуру, вы не можете нарушить обещанное. Так же, как если мать меня посылает за мукой, она говорит, вот тебе и деньги. Одновременно с этими я получаю и средства. Это дикшигуру. Тогда вы сможете следовать его наставлениям. Это духовная уже связь. Сравнивается, что вот как холодильник, вот он стоял в магазине, не работал, а подключить и он заработает. Вот подключение наступает. Преемственности учителей. Это дикшиг называется гуру. Как? Карму мира берет. Христос берет карму мира, дикшиг берет карму ученика. И выполнение наставления становится легче.